На одной из баз отдыха Первоуральска сегодня открыли три новых спортплощадки. Это подарок для всех горожан в честь Дня Металлурга, который в эти дни отмечают тысячу первоуральцев. Подробности далее в сюжете. Веселая музыка, зрители на трибунах и обязательный атрибут любых спортивных соревнований – группа поддержки. Сегодня на загородной базе отдыха «Сосновый Бор» праздник. Специально ко Дню Металлурга здесь открывают сразу три спортивных объекта. Воркаут с уличными тренажерами, площадку для игры в баскетбол и волейбол, а также футбольное поле с искусственным покрытием. Открытие нового спортивного комплекса стоимостью более чем 50 миллионов рублей – это лишь небольшая часть масштабной программы поддержки спорта, которую реализует трубная металлургическая компания в Первоуральске. В рамках нее ежегодно выделяются средства для помощи Дю США «Уральский трубник» и одноименной команды мастеров. В городе действует общественное движение «Первоуральск город чемпионов», проходит заводская спартакиада по 18 видам спорта, участие в которой ежегодно принимают почти 2000 металлургов. И в руководстве компании уверены – это не предел. ТМК уделяет огромное внимание развитию любительского, полупрофессионального и профессионального спорта на территориях своего присутствия. Открытые площадки помогут работникам Первоуральского новотрубного завода и жителям города Первоуральска еще больше внимания уделять спорту, физкультуре, собственному развитию. На открытии новых спортивных объектов приехали и почетные гости. Так, товарищеский матч между командами сотрудников ПНТЗ открывает бывший полузащитник клуба «Урал» Артем Фидлер. Качество нового поля футболист оценивает с профессиональной точки зрения. Я скажу, что раньше на каких полях играли мы и сейчас – это очень хорошее условие. Поэтому очень большая благодарность руководству за то, что сделали такие площадки, делают и будут делать еще. Счет в первом матче между командами работников и руководителей предприятия открывают последние. Гол забивают с короткой дистанции. Работники быстро сравнивают счет и выходят вперед. Интрига сохраняется до конца матча. На последних секундах игры счет становится равным. Чтобы определить победителя, судья назначают серию пенальти. Футболисты команды работников оказываются точнее. Кипят страсти и на баскетбольной площадке. Здесь в ходе напряженного матча баскетбольная сборная завода все-таки уступает команде «Наше будущее». Игры закончились, победители получили призы, но перед первоуральскими спортсменами ставят новые задачи. Включайте вот эти объекты в ваши спортивные календарные планы и давайте будем проводить наши соревнования вот здесь, на этой базе. И любители спорта уже знают, как сделать так, чтобы новые площадки не пустовали. У нас свои площадки, где мы можем тренироваться, можем проводить внутрикорпоративные турниры. Ну и безусловно, теперь мы являемся хозяевами данных площадок, можем принимать гостей. Это классно. Открытие нового спортивного комплекса – это лишь первый этап реконструкции загородной базы отдыха. В будущем здесь планируют реконструировать прибрежную территорию и создать более комфортные условия для любителей активного отдыха на природе. Данила Шестаков, Дмитрий Коньков, Андрей Агарков. Новости Первоуральск.